Считаю необходимым поддержать предложение Министерства Обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Да, господа, это, конечно, полная жесть. У нас сегодня президент объявил частичную мобилизацию. Меня в первую очередь это не касается, потому что я ограниченно годен по состоянию здоровья, но не исключено, что вторая очередь, в которую как раз я попадаю, не за горами. Короче, это полный ахминг, я не знаю, надо думать, что делать. Планы вообще не так, конечно, были у меня построены, но какие тут планы вообще? Тут ничего нельзя планировать надолго, тут просто живешь сегодняшним днем и каждую новость воспринимаешь как лишь бы хуже не сделали. жесть, у меня одни эмоции. Пытаюсь мысли привести в порядок, потому что, потому что очень много информации вот так вот сейчас поступает и надо что-то решать. Короче, сегодня мы важную часть уже решили. Мы переезжаем, я первый. Только что закрыли ипотеку. Я сделаю генеральную доверенность на родителей с полными правами, чтобы они смогли продать квартиру, машинку вот эту вот и все. И через несколько дней надо уматывать отсюда. Не знаю только каким образом, через что, потому что билеты в космос там есть по 80 и по 170 и даже по 700 тысяч есть билеты. Фантастика вообще. Вот Дашка переживает за переезд. Интересные времена. Ну что, приезжал ко мне Антошка. Поболтали мы немножко. Решили, что стартуем завтра по земле в Казахстан. Все, билетов нету на автобус до Кастаная. Придется ехать на машине, но Антохи жена нас отвезет. Все, резко-резко все делается. Все, собираю вещи сейчас. Я пока немножко в такой растерянности, какие вещи, чего. Ну что-то с собой, что-то отправлять будем. Ну в общем надо еще решать что-то с пивом. Видимо я либо отдам, либо вылью его, не знаю. Ну и завтра дела еще будут, конечно. Короче говоря, пока какая-то растерянность. Ну а что делать? Надо собирать вещи просто и все. Зато сразу столько всего ненужного нашлось. Две пары кроссовок, которые уже давно надо было выкинуть. Сейчас что-нибудь еще из вещей найдется. Вот. Поэтому много вещей это такой якорь. Тяжело двигаться с ними быстро. Ну что ж, мы на самом деле вообще с кипящими головами быстро собираем все что можно. Съездили к родителям повидаться перед отъездом. Ну слезливая история, что я могу сказать. У них почему-то представление, что мы типа долго не увидимся, что какое-то расставание. На самом деле с современными технологиями мы можем созваниваться по видеосвязи вообще регулярно. Это не проблема. Но единственное, что такие приятные вещи, как знаешь, обняться, это да. Вот. Но как только все подуспокоится, что приеду в гости или они ко мне. Вот. В общем, не так все страшно. Ну вот. Что еще? Куча вещей. Куча мыслей, что сделать, что успеть, как распорядиться временем, которого почти не осталось. Ну и такое состояние. Ну, не паника, но сумбур какой-то. Да, что же ходит. Что-то вся какая-то поникшая. Вот. Так что экстренные сборы это классно, когда только горящая путевка. Ну, ребят, ну так как моя работа напрямую связана с монтажом видео, в том числе, на ноутбуке это крайне неудобно делать. Поэтому я решил взять монитор. Я не знаю, как его реально упаковать сюда, но это будет смешно, когда меня на рамке просветят, увидят вот это, а я скажу, я в отпуск. С монитором. Приветствую, друзья. Сегодня наступил день Икс. Вообще, практически не спалось, на самом деле. Под утро только я как-то вырубился так хорошо. Ну и в начале ночи тоже, а в середине вообще я не мог уснуть. Вот. Удобно, конечно, дома. Кроватка мягкая. Подушка ортопедическая. Вот. Но, как говорится, что маркетологи нам забывают сказать, что финансовая подушка порой лучше ортопедической. Вот. Выглядываю за окно, значит. А там... А там снег валит прямо. Обалдеть. Это какой-то 26 сентября. Обалдеть. Ну, в общем, пора. Так. Ну, мы, значит, сделали документы у нотариуса. Приехали к родителям. Сейчас отдадим им машину с доверенностью на продажу. Вот. Все. Накатали мы на ней, конечно, очень много. Молодец. Ну, все. Пойдем. Ну, все. Вещи собраны. Чемодан. Рюкзак. Да и все. Самое необходимое. Ну, план такой, что доедем до места. Узнаю, как доставкой отправить остальное. И Даша вышлет. Ну, ощущения, конечно, вообще капец. Какие-то сумасшедшие просто. Новые. Когда знаешь, что последний раз в своем доме и не вернешься. Ты что, блин? Здрасте. Здрасте. Как ваше? Ничего? Привет. Он еще мудряется видосы снимать. Потом на YouTube, да, выкладывать? Ну, ты кладок, да. До этого не выкладываешь. Ну, понятно. Потом, попозже, как будем свидеть, смеяться, селиться. Всеми семьями. Всеми семьями, да. Ну, все. Попричь. Ну, все. Еле вытащили. 30 с лишним килограмм. Чемодан весит, конечно. Вся жизнь моя в нем. А это, кстати, Антоха. Вы будете теперь видеть его часто. Так что, знакомьтесь. Да-да-да. Всем привет, ребята. Ну что, поконим? Погнали, погнали, погнали. Очень пора. Проехали мы, значит, километров 50 и встали в пробку, в которой стояли час. Сломался переезд. Потому что не было электричества или что-то такое. Ну, в общем, мы стояли и практически не двигались. Поэтому приняли решение ехать в объезд. Ну, наверное, километров 40 у нас получился круг. Но, по крайней мере, мы не стали ждать и что-то хотя бы предприняли. Будет только очень смешно, если все те, кто стоял перед нами или за нами в этой пробке, если они уже далеко впереди и переезд быстренько починили, пока мы тут кружили. Но, по крайней мере, двигаемся к назначенной цели. И вот такая дребедень. Целый день. Короче, мы так вот минут 10 уже стоим. Тут, видимо, тоже сломан переезд. Непонятно, что с этим делать. Нарушать, ехать. Ну, тут камеры везде висят. И ни одного поезда. Вообще тишина. Бред какой-то. Ну что, проехали мы 200 с небольшим километров. Нам осталось около 100 километров до Кургана. Мы в Каргополе. Решили остановиться, взять кофейку. Так ноги размять. Что-то очень долго едем. Уже полночь. А все потому, что стояли долго. Ну, я считаю, это уже успех. Колбасонька, сыр, хлебушек и кофеек. Это ужин, переходящий в завтрак. Точно. Ауф. Как моя жена меня любит. Эй. Катя там заряжает нам хлебаные всякие процедуры. Да классно, что все размясывает уже хорошо. Все. Стартуем на Курган. Ехать до Кургана 80. От Кургана все 150. И будем, наверное, через какое-то время уже вот в этом... Как называется? Я еще раз забыл. Воскресенское. Подъезжаем к границе. Ехали на самом деле очень долго. Но дорога была, в принципе, нормальная. По качеству я имею ввиду. Машин немного впереди едет. Сейчас посмотрим, сколько там стоит. Потому что вроде как с разных пропускных пунктов там пугает, что где-то очень много машин. Но мы выбирали тот, который, мне кажется, вообще богом забытый. Ну вот, сейчас посмотрим, так ли оно. Ну все, добрались мы до КПП. Почти что. Перед нами 26 машин. Мы только что проехали немного вперед. Видимо. И вот, кстати, снова проезжаем. Ну то есть, дело движется. Такими темпами это довольно быстро. Ну, с моим опытом это очень быстро. Ровно три часа прошло, как мы стоим в этой пробке. На первом пропускном пункте, на российском. Перед нами 8 машин осталось. Ну, медленно, очень медленно. Очень медленно. На таможне осмотрели машину и вещи. Из вопросов всех возможных, которые только можно было задать, поинтересовались только, был ли я в Казахстане. И пропустили. Хочется с радостью сказать. Мы, наконец-то, высидели, выждали. А все это время у нас получилось ожидание 6 часов на российском КПП и 3 часа на казахском. И мы в Казахстане. Мы в Казахстане. Все. Мы выбрались. И можем планировать свой путь, свою жизнь дальше. Ура! Тут же на границе мы пересели в такси, взяли попутчика и поехали в сторону Костаная. Ну, значит, мы подъехали буквально километров 20, решили перекусить, остановились в кафе «Крепость». И когда пошел мыть руки, наш попутчик, еще мы взяли его с собой в дорожку, он отошел в туалет. Я оборачиваюсь и смотрю через окно, как машина, вот этот минивэн, он просто уезжает. У меня просто душа в пятки провалилась. У меня там все, вообще все мои вещи. И просто минивэн уезжает. Я бегу, ловлю какую-то машину, говорю, меня обокрали. Гоним за ним, по пути водителю показываю машину. Он говорит, я его знаю, у меня его номер есть. Я говорю, звони. Он звонит, до водителя дозваниваемся, до нашего. Он говорит, так я, типа, домой уехал, переодеться, сейчас приеду. Он живет здесь. И оказалось, что Антоха-то как раз с ним был на переднем сиденье. А я думал, Антоха в туалет ушел. Короче говоря, я прям очень испугался, если честно. И это вывод. То, что все вещи держать при себе. Вообще капец. Ну, а так, что, поели потом. И все, выдвигаемся в путь до Костаная. Приключения, блин. Короче, прилетели мы сходу на вокзал. Хотели купить билеты на какие-нибудь ближайшие дни от Костаная до Астаны. Но билетов нет. Нет вообще. Вообще на ближайшее время. Поэтому вопрос открытый. Но дело все в том, что и квартир в Костаная нету. Нету вообще. Вообще на ближайшее время. И наш водитель, Влад, просто по-братски, Прямо-то я не знаю, почему он предложил остаться у него. И мы не можем не согласиться, потому что нам больше негде. Но при таком раскладе мы завтра с ним. Вот на этом прекрасном минивенчике. Тойота Альфард. Или как-то так называется. Мы поедем в Астану. Это примерно 7,5-8 часов ехать. Поедем с ним. Да, это будет нам чуть подороже по деньгам. По передвижению. Но зато мы сможем нормально переночевать. Сходить в душ. Сейчас съездим в кафешку поужинаем. Вообще он нам очень много в чем помог уже. И еще покажет всякие места. И расскажет интересные вещи. Поэтому я думаю, что это не просто в общем выгодно. Это еще и интересно. Поэтому двигаемся с Владом. Сейчас поменяли валюту вот по такому курсу. Так что имейте в виду, когда-то он был таким. Я всегда говорил, что впечатление о месте создают люди. И нам сегодня чрезвычайно повезло. Потому что утром, прямо на въезде в Казахстан, мы встретили Влада. Он взял нас в машину, довез до Казахстана и просто показал город, рассказал очень много всего. Помог с разменом денег, с сим-карты. И в конце еще и пригласил нас в гости. Поэтому на самом деле место делают люди. Я хочу выпить за Влада. Ура! Короче, заехали в какую-то злачную пивнуху. И вот такие фарфасы стоят. Ну, я чувствую, что нам это развернуло. Берем сразу из нержавейки. Но на каком-то лото мы ехали. Это прям просто песня вообще. Там такая песня играла. Ой-бой вообще. Короче, Саня, хочешь культ? Кто? Смотри. Хорошо, такая штука. Это из кисломолочки готовится. Но очень вкусная под пиво. Она очень соленая. И под пивасик отлично заходит. Попробуем? Яйцо пашот засушенное? Ну, ты попробуй. И тебе, возможно, понравится. Королупишка динозавра? Ладно, ну хорошо. Ты хоть скажи сладкое или прям соленое. Это соленая, как бы кисломолочная такая штука. Но она под пиво классно заходит. Луж? Да. Все, окей. Вот, блин. Дегустирую там. Что за пиво? Давай я. Слепая дегустация, да? Пахнет, короче, как свобода. На вкус, короче, как когда ты вот остановился в лугу и окно так приоткрыл, вдыхаешь. И там прям вот на вид, как луна среди темного неба. Видишь сам, да? Белый-белый такая. Надо, чтобы скинул туда. Как на вкус, Саш? Здесь на рту, как усы малыша после кефира. А на вкус... Нормально? Смотри, вместе с ним. Давай, пожалуйста. Давай. Давай. Окей. Следующий, пожалуйста. Друзья мои, это что вообще такое за лухари? Это магазин с ковром на лестнице. Встречай меня! Ну и как всегда, конечно же, во всех странах мира, в общении между всеми людьми заканчивается все всегда одним и тем же. Когда люди собираются вместе, общаются и что-нибудь допробуют. Например, водичку. Водичка. Еще, кстати, у Влада офигенный флаг висит на стене. Да, скажи про здесь флаг, пожалуйста. Показывай. From USA. Влад был в Америке по программе work and travel and buy this flag. Короче говоря... In 1910 years and 12 years ago. You know, guys? Yes. Ну и я бы хотел все-таки в конце прорекламировать этого человека. Реально интересного, умного парня. Девчонки, пиз. Эй, того дельфина маму ел, да? В общем, ночь была прекрасной, но быстрой. Мы что-то перекусили поутру, сели снова в нашу уже понравившуюся нам любимую машину. И едем за попутчиками, направляемся в Астану. Сейчас, может, еще куда-нибудь заскочим по пути. Ну, короче, честно говоря, мнение о Костаная я как такового не успел составить. Ну, о людях успел. Ну и плюс, вкусно, поели еще вчера. Тоже классно. А так вообще, ну, вот на вид, смотрите сами. Ну, обычный советский городок. Вот, ну, прям... Ну, в смысле советский, как все города в России. Вот, обычный такой. Ничего такого. Ну, все, взяли попутчиков. Вот. Будет веселее. И заодно стоимость раскидаем до Казахстана. Так, что я сюда и такой... Да, а то, что там, сзади вам... Еще веселей будет. От Костаная до Астаны 750 километров. Ехать весь день только в одну сторону, а Владу еще возвращаться назад. Отдали ему 20 тысяч рублей. И очень здорово, что раскидали эту стоимость вместе с попутчиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это то, что я терпеть не могу делать. У Антоха как-то он там легко справляется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы, знаете где? В ЧУ. Да вы точно знаете это место. Про Чуйскую долину слыхали? И если даже нет, но песня-то чудная долина, вы слышали. Это здесь. Короче говоря, здесь мы едем строго на юг. Тут уже тепло. Тут уже прям... Я вроде куртку даже надел, но на самом деле можно просто в футболке ходить. А будет еще теплее. Ну, в общем, едем в лето. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, короче, вчера мы проснулись в холодном Кустанае. И взяли, арендовали салон. Ну, то есть это целый автомобиль. Вот Влада как раз мы арендовали. Нам нужно было найти попутчиков. Я их нашел в Телеграме. И мы поехали, собственно, с ними до Астаны. Пока ехали, пытались найти жилье, где там остановиться. Но там либо ценник космос. Типа студия, которая стоила всегда 900 рублей, ну, тысячу рублей. Сейчас может стоить 30 тысяч, 50 тысяч рублей. Это просто какой-то космос. Либо вообще ничего нет. И мы уже в дороге, вот с этими ребятами пообщавшись, узнали, что они-то едут в Шимкент к каким-то знакомым или родственникам. И мы решили, а почему бы нам тоже не поехать? Это на юге страны, типа, это интересно. Это прям, ну, уже восток. Ну, в общем, мы купили билеты на поезд. И в нем же и ночевали. И, собственно, так и поехали. Вот. Поэтому мы уже на пути. И скоро будем. Мы уже в лете. Короче, я знал, что когда-нибудь это случится. И вот эта вот ручка, она реально оторвалась. А учитывая, что все мое богатство весит 30 с лишним килограмм, я не знаю, как я его буду на себе таскать. Видимо, придется новый чемодан покупать. Мы собрались за 560 тенге. Это меньше 100 рублей. Такси довезло нас до квартиры. Квартира реально оказалась как на фотках, хотя нам ее заменили. Вот. Но все прилично. Все в порядке. Мы... Окей. Вот так это все выглядит. Теперь вопрос. Кто-то подъедет или вы, или кто-то. Антоха тут что-то решает. Как будем что-то оформлять, не оформлять. Как деньги вам передать. Ведь тут вторая комната. Поэтому мы только на... И кухня еще есть. Как это сделать, скажите? Кухня, кухня, кухня. Кухня. И кухня. Ну, короче, все очень прилично. Прям свежо. Поэтому первым делом в душ. Мы прям очень хотим помыться в душ и поедем ужинать. Мы с Антохой заказали по блюду. Ну, точнее, два блюда на двоих. Нам принесли только первое. А вот и второе. Мне кажется, в четверых можно поесть. Ну, мне кажется, да? Вы не голодны, кстати? Походу, не съедим, реально. Мы только пиво попили. Просто на 17 рублей посидели. Продолжение следует... Продолжение следует...